Мы практически начали. Я начну с каких-то общих таких технических моментов. Значит, этот курс у нас задуман совместно с программой LILMOD, но при этом он будет состоять как бы из двух частей, по крайней мере, поначалу. Поначалу мои занятия будут делиться на две части. Первая часть – это часть такого общетеоретического плана, которое, собственно, есть некое введение в талмуд и объяснение основных понятий, как это устроено и так далее. Это общетеоретическая часть. Вторая часть – это чтение, собственно говоря, логических фрагментов. Поскольку у нас была группа, которая уже довольно давно занималась с нами, то мы будем читать вот в этой второй части, дочитывать точнее, трактат Брахот. Вот там осталось не так много листов до конца этого трактата. Я для тех, кто не был с нами сегодня, специально расскажу о трактате Брахот и о его структуре, чтобы подключиться к чтению вот этих последних листов было комфортно и удобно. Это то, что касается формата. Поэтому, когда я рассказываю вот эту теоретическую часть, то действительно вы можете поднимать руки, и я буду на это реагировать или писать. Но в общем и целом лучше задавать вопросы в конце того, что я рассказал. Я, собственно говоря, буду останавливаться в каких-то точках, которые будут являться какими-то смысловыми важными кусками. Ну, а когда мы будем читать, то там, понятно, могут возникать все время вопросы. В принципе, можно поднимать руки, а можно без поднятия рук, может быть, тоже, если кого-то наболело спросить. Это то, что касается формата нашего курса. Теперь то, что касается того, что связано с оплатой. У нас есть, поскольку у нас есть две платформы в каком-то смысле. Одна – это программа LillMod, и тот, кто заходил на сайт этой программы, там предлагаются какие-то пожертвования на развитие этой программы, поддержку этой программы LillMod. При этом я со своей стороны объявил себя на страничке, что те средства, которые будут переведены на русский кошелек, или на PayPal, мой личный тоже, они будут переданы в помощь украинским беженцам, и я всячески буду приветствовать тех, кто соответствующие дотации переведет. Как программу LillMod, так и в помощь украинским беженцам. Естественно, что был вопрос у кого-то о сами украинские беженцы. Конечно, сами украинские беженцы, от них как бы ничего не требуется. Вот это, собственно говоря, те технические моменты, о которых я хотел сказать. И теперь мы, собственно говоря, приступим к самому делу. Начну я довольно-таки издалека, и весь мой рассказ, он будет строиться не как историческое изложение, а как изложение, скорее, связанное с логикой развития того, что мы называем сегодня талмудической литературой, талмудическим взглядом на мир, талмудическим мировоззрением. И я постараюсь вот эту логику определенным образом прояснить. Сразу же скажу, что моя точка зрения, она не... В каких-то местах она является общепринятой, в каких-то местах она является необщепринятой. Я эти соответствующие вещи, я буду оговаривать по ходу изложения. И для того, чтобы начать, собственно говоря, как мне кажется, для того, чтобы начать знакомиться с этой литературой, и, соответственно, с мировоззрением мудрецов талмуда, необходимо вот ту логику, логику развития определенного рода мыслей представлять себе, потому что иначе все это чтение повисает. Мы смотрим на эту культуру глазами европейца, то есть, на самом деле, глазами другой интеллектуальной традиции. И отсюда возникает целый ряд трудностей. Поэтому для того, чтобы нормальным образом к этому подойти, необходимо иметь представление о том, откуда растут ноги у всего того, что мы будем с вами читать.